тема мощи вопрос 731 2 том открытым оком 7 вселенский собор говорит о том что под престолом должен быть мощи мучеников обязательно как объяснить смысл этого с точки зрения библии ответ игнатия тихоновича лапкина мне этот вопрос напоминает недавнее решение американские законодатели борющиеся за чистоту и нравственность нации было принято решение что женщина может оголять грудь но так чтобы не был виден сосок и кто бы мог подумать во что это выльется эмансипированные американки тут же прибегли к хирургическому вмешательству стали отрезать соски теперь она может ходить в костюме евы не нарушая закона так и здесь нельзя же быть таким буквоедом когда говорили законодатели вселенского собора то в каждом храме могло быть несколько погребений мучеников и как это благородно с их стороны было почтены мученики на могилах их никакой пьяницы не совершит постыдно и садая наталья раздобыла священную руку своего мужа адриана и держал ее под подушкой переехала с нею на море это что закон для всех жен с приходом еретиков алтари превращались в отхожие места и как говорят жители святых государственным уже мочились а на эти могилы мы находимся в городе где быть может известны могилы расстрелянных большевиками можно произвести их перед захоронения в храм нельзя же ставить это в обязанность для щукчи и ввести специально туда мощи ни о каком дроблении мощей не может быть и речи это противозаконно и наказуемо от самих этих святых смотрите нашу книгу симфония на житие святых согласно же библии это правило недействительно и должно быть немедленно отменено бытие 319 в поте лица твоего будешь есть хлеб доколе не возвратишься в землю из которой ты взят ибо прах ты и впрах возвратишься деяние 82 стефана же погребли мужи благоговейны и сделали великий плач по нем